Hi guys! Сегодняшний видос будет по существу без всей этой дичи, вроде американцы все толстые женщины, у них некрасивые, везде бургеры. Во-первых, это популизм, а во-вторых, это неправда. Так вот, сегодня я по полочкам разберу, чем Америка отличается от наших стран, в чем реально сильные особенности. И, кстати, доберемся с вами до плюсов, расскажу, чем американцы все-таки хороши. Готовы это услышать? Погнали! Отпуск в Америке, он достаточно короткий, всего 7-10 дней, и все, дальше, пожалуйста, будь добр, выходи на работу. Как в наших странах принято, да? 4 недели в основном, плюс еще, ты можешь взять какие-то дополнительные отгулы, все зависит от места работы. То здесь нет, 7-10 дней, дальше будь добр, начни работать, если какие-то экстра дни нужны, ты можешь взять за свой счет, ну и то это нужно будет заранее согласовать с работодателем. Более того, в Америке нет таких затяжных праздников, как, например, ну вот в России на Новый год, все прям неделю отдыхают, гуляют, ходят в гости. Нет такого, нет такого, как у нас на майские праздники. Короче, здесь, если праздник, то ты буквально один день отдыхаешь, и на следующий день выходишь на работу. Очень частая ситуация, когда 1 января люди отмечают Новый год, а 2 уже многие выходят на работу. 9 федеральных праздников, плюс-минус, зависит от каждого штата, могут быть еще какие-то дополнительные, ну короче, они говорят, что им этого достаточно. Более того, если праздник выпадает, например, на понедельник, то у американцев случаются длинные выходные, это там суббота, воскресенье, понедельник, и они могут купить поездку, например, там, ты живешь в Ла, можешь дополнительно в Сан-Франциско слетать, или на озеро Тах, или еще куда-то. Я знаю, что сейчас будут комменты, типа, вот в Америке все сделано для того, чтобы человек максимально работал, изнашивал себя как машина, люди им не важны. Ну, я с вами не соглашусь, об этом мы сейчас чуть позже поговорим, насколько в Америке важны люди, и что для этого делается здесь. Ну, отпуск здесь короткий, и это факт. Пришел магазин, а там вывеска, закрыто, и ты такой, как, на часах-то еще только 6 или 7, как закрыто? А вот так, потому что большинство работает 9 to 5, то есть с 9 до 5, в том числе маленькие магазинчики, некоторые кафешки очень рано закрываются. В Европе, в принципе, тоже такая история есть, что 24 часа не все работает, а в наших странах, не знаю, очень часто можно встретить продуктовый магазин 24 часа, типа, ну, почему нет, почему в 11 за продуктами заехать, аптека 24 часа, типа, с 9 до 5, с 9 до 6, некоторые магазины здесь есть, работают до 10, например, Таргет, это магазин, ну, не знаю, как на Шаша, наверное, где можно купить все и вся. Кстати, а вы, ребят, как относитесь к тому, чтобы все прекратило работать 24 часа и работало по стандартному графику? Было бы это вам удобно или нет? К какому сервису вы привыкли, который работает 24 часа? Магазин, аптека, шиномонтаж? Напишите свое мнение в комментах, ну, а мы с вами погнали дальше. Следующий минус – дорогое образование. Это очень частый вопрос, который мне задают директы, а можно ли приехать в Америку полностью бесплатно учиться? Какие у нас университеты тут, вузы бесплатные? Ребят, тут нету бесплатных вузов университетов. То есть можно получить стипендию, которая частично что-то покроет? Можно получить грант, если ты суперталантливый, какой-то одаренный? Но в большинстве своем все вузы и универы платные, и для того, чтобы туда поступить, я имею в виду учиться, американцы как делают? Либо откладывают родителей, там, как только ребенок рождается, ну, там, не знаю, с 5-летнего возраста, они открывают счет и туда кладут деньги, чтобы потом оплачивать колледж, либо университет, ну, когда ребенок пойдет учиться. Либо, когда поступает, берет кредит на образование, и потом в первые, там, 5 лет или 10 лет, зависит от кредитной программы, он со своей зарплаты отдает процент. Ну, то есть, за кредит платит. Пока учится, он ничего не платит, а вот как только получает первую работу и заканчивает, он начинает платить. И эти кредиты здесь очень популярны, особенно берут те, кто учится на медиков, потому что образование медицинское здесь очень дорогое. Если взять достаточно приличный университет, либо колледж, то стоимость может доходить в 40 тысяч долларов в год. А учиться, вы как понимаете, да, нужно несколько лет. Поэтому вариант, конечно, либо копить, либо вариант взять кредит. И третий, который тоже выбирают, не все, конечно, но часть людей, они не получают высшее образование, остаются со средним. Единственное, что отсутствие высшего образования влияет на потом получение какой-то должности. То есть, да, нельзя стать там руководящей, какую должность занять со средним образованием. Обязательно везде спросят, да, сколько у тебя лет, бакалавр ты, магистр ты. Итак, дальше мы с вами пробежимся по остальным минусам. И объективно разберу все, разложу по полочкам. Потом перейдем к плюсам, которые мне реально нравятся. И затем расскажу вам о протестах, об одной истории, которая со мной случилась. Декретный отпуск в Америке очень короткий. Сейчас давайте я вам расскажу, сколько по срокам, вы реально удивитесь. Значит, до родов дается 4 недели, если женщина чувствует себя не очень, уже не может работать. Если может, пожалуйста, она может работать вплоть до родов, как бы никаких проблем. Если нет, 4 недели до родов, дальше после родов 6 недель. На восстановление, в общем, 6 недель дается. После этого дополнительно можно взять еще 6 недель, как маме, так и папе. То есть, представляете, мужчина здесь тоже может выйти в декретный отпуск. Для наших стран, конечно, это звучит очень мало. Ведь привыкли, да, там, декретный отпуск полтора, два, три года. Как так? Тут 16 недель, и все, и вперед на работу. Что же делают американцы? Здесь есть несколько вариантов. Значит, отдает ребенка после того, как провели декретный отпуск в daycare. То есть, по-нашему, я бы сказала, это ясли. А после ясли ребенок, когда подрастает, идет уже в preschool и после этого в kindergarten. Ясли, сады и все, что до школы, все дошкольное образование здесь платное. Поэтому, если родители принимают решение, что это, например, им дорого платить там 800 долларов в месяц или 1000 долларов в месяц за садик, то мама может взять за свой счет, ну, не то чтобы отпуск, фактически она может уволиться и проводить это время с ребенком, а после этого искать себе работу, ну, в случае, если папа обеспечивает их нормально. Либо дает ребенка в daycare и после этого выходит на работу. Более того, я знаю кучу примеров работающих американских мам, которые умудряются кормить грудью. Представляете, они покупают такие молокоотсосы. На работах есть специальные комнаты, где можно сцеживать это молоко. Мамы там его сцеживают, ставят в холодильник, и потом вот оставляют няням. Либо относят в daycare, где за ребеночком смотрят, и ребенок еще дополнительно остается на грудном скармливании. Для работодателя это, конечно, удобная тема, потому что не нужно платить женщине там 3 года декреты, не видеть ее полностью на работе, еще там выплаты эти, а просто там 16 недель, и дальше, пожалуйста, будь добра, приходи работай. А со стороны, конечно, этой мамы, что такое 16 недель? Это действительно очень мало, особенно для новорожденного грудного ребенка. То есть, вот с этим, конечно, есть вопросы. Я знаю, что в Европе тоже, в некоторых странах достаточно часто выходит раньше из декрета. Не как, например, в России. А еще сюда хочу добавить проблему, с которой сталкиваются мигранты, которые приезжают из наших стран. То есть, приезжают, и жена привыкла сидеть с детьми. Неважно, там ребенку 3-5 лет, он уже, да, там не грудной, но все равно не вводит в садик, в школу, и, ну, патриархальный уклад как-никак. А здесь муж выходит на работу, и денег, которые он зарабатывает, очень часто может не хватать на целую семью. И начинаются дальше, там, мысли, а как так, вот денег не хватает, где бы сэкономить. На самом деле, в Америке просто такая система, что муж и жена вместе должны работать. И тогда у тебя денег на все хватит, ты сможешь еще откладывать, брать дома в ипотеку, и во все, ну вот, на все будет хватать. Общественный транспорт, и это очередной минус в Америке, я уверена, вы о нем тоже слышали, он не так развит, как в наших странах, как в Европе. То есть, здесь, не знаю, купить там проездной на метро, автобус, и быть уверенным, что ты сможешь передвигаться по всему городу, я бы очень сомневалась в такой идее. Даже в крупных городах, таких как Нью-Йорк, тоже есть свои вопросы к общественному транспорту. Поэтому здесь, в Америке, очень развит личный транспорт, очень много легковых машин. То есть, в семье обычно не одна, а даже две машины. Иногда может быть больше. Американцы передвигаются между городами на машинах, с удовольствием путешествуют на машинах, потому что дороги развиты реально, развязки классные здесь, широкие. То есть, как вот, не знаю, в Москве МКАД, тут каждая дорога как МКАД, огромные просто. Общественный транспорт все равно, конечно, есть. Если мы говорим про Лос-Анджелес, город, в котором я живу, то здесь одна поездка на автобусе стоит 1,75$. Конечно, логичнее купить проездной на месяц, если ты часто пользуешься. Будет составлять 100 долларов. Те, кто не знал, в Лос-Анджелесе тоже есть метро. Целых 6 веток. Одна поездка стоит 75 центов. Если ты хочешь купить проездной, он будет стоить 100 долларов. Для студентов, по-моему, 43, и для пенсионеров около 20 долларов. Если мы говорим о каких-то минусах, которые касаются метро, то поезда здесь ходят с достаточно большим интервалом. То есть, придется ждать. Не как в Москве, да, вот если сравнивать, там быстро-быстро меняются следующий, следующий поезд. То здесь можно подождать, там, 5-10 минут иногда, если там интервал большой. Почему транспортная система так плохо развита, спросите вы. Да, в принципе, ответ достаточно простой. В Америке все делается с точки зрения спроса рождает предложение. То есть, если бы был спрос на общественный транспорт, и у людей была бы, вот там, заявка на это, да, то они бы тогда вкладывали деньги в развитие этого транспорта. Так как нету этого спроса, поэтому и, соответственно, условия сами не улучшаются. Ну, тут и обратно, можно сказать, да, если бы эта система была удобна, комфортна, то люди бы сами бы отказывались и переходили, использовали общественный транспорт. Короче, в этом моменте круг замыкается, но факт остается фактом. Общественный транспорт, да, не очень хорошо развит. Очередной минус – долгое оформление документов в некоторых ведомствах. И многие думают, что приеду в Америку, тут, наверное, все вот прям вот как-то не как у нас, бюрократии нет. Ребят, вы реально будете ошибаться, потому что бюрократия здесь еще ого-го тоже. Для одной справки нужна другая справка, эту получите в этом окошке, а здесь запишите, что получить справку в то окошко. Но да, многие ведомства сейчас переходят в режим онлайн, и это очень хорошо. Ты можешь там все документы загрузить по факсу, либо по электронке. Но все равно, если ты, например, хочешь получить права в том же DMV, то все круги ада пройдешь. Вот реально. Чтобы оформить права, ну реально, выделяйте просто день на то, что вы просто придете, все заполните, потом сдадите теорию, потом еще день вы оформите тест, я имею в виду экзамен, самоуваждение. Если кто-то скажет, что вы давно, наверное, в наших странах не были, ну скажу так, что в Москве, например, есть служба одного окна. Ты приходишь, ты можешь решить вопросы по выписке, либо внесение изменений в паспортные какие-то, какие-то паспортные сведения, то здесь служба одного окна как такового нет. Да, что-то можно оформить онлайн, и очень удобно, что ты, например, все банковские здесь штуки можешь оформить онлайн, кредит можешь взять онлайн, все очень быстро проходит, потом твоя карточка тебе придет по почте, просто тоже пин запрограммируешь по телефону, в этом плане удобно. Следующий минус – медицинская система и страховки. И это так все в один объединила, потому что вся эта система в целом, она едина и достаточно запутана. То есть, когда ты первый раз встречаешься, пытаешься понять, окей, поход к врачу, если я иду без страховки, там, 100 долларов, например, это дорого, да? Ты думаешь, так, что же нужно сделать? Нужно оформить страховку, открываешь и просто видишь кучу тех планов, где дедактабл, копей, что это такое, как это все вообще? И дальше начинаются просто поиски идеальной страховки, либо агенты, которые тебе поможут за какую-то комиссию. Хоть медицинская система запутана, услуги здесь действительно дорогие, но их качество реально на высоком уровне. Я это на своем опыте лично проверяла, и не только в поликлинике у врача, но я побывала здесь в больнице. Кто не видел видео, как я была в больнице, здесь в Америке, вы можете посмотреть, там, я внутри все снимала, сможете оценить, как это все выглядит. Страховку в большинстве случаев здесь, в Америке, оплачивают работодатели. Именно поэтому, когда человек устраивается на работу, он ищет такого работодателя, который сможет обеспечить страховку ему, например, и его семье. Это будет выгодный план. Например, в том же Гугле страховка покрывает полностью, даже доплачивать ничего не нужно. А в Уолмарте, куда люди тоже стремятся пойти работать, зарплаты хоть и невысокие, но страховка полностью оплачивается. Что будет с человеком, который мало зарабатывает или безработный? Смогут ли ему оказывать медицинскую помощь? Смогут. Например, во всей Америке есть сейчас бесплатная медицинская страховка для людей, которые мало зарабатывают. Эта страховка в Калифорнии, например, называется Медикал. И претендовать на нее могут люди в случае, если на одного человека, то есть человек зарабатывает меньше 17 609 долларов. Либо на семью это 36 156. То есть вот если на четверых такая сумма в год заработка, то да, всем-всем без исключения в этой семье полагается бесплатная медицинская страховка. Но с небольшой оговоркой, как только финансовое положение этой семьи улучшится, они обязаны будут с этой программы сняться и начать уже покупать непосредственно стандартную коммерческую страховку, либо найти работодателя, который будет полностью оплачивать их страховку. Прежде чем перейдем к плюсам, последний минус – высокая конкуренция. Действительно, здесь в Америке есть конкуренция. И конкуренция, я говорю не только про товары какие-то, конкуренция между людьми. Кто быстрее, кто лучше, кто эффективнее. Конечно, здесь люди, представляете, со всего мира сюда приезжают для того, чтобы испытать свою удачу, поймать вот эту вот американскую мечту. И, соответственно, конкуренция возрастает, поэтому нужно быть лучшим. Рукастый, головастый здесь всегда найдут себя. То есть те, кто говорит, что да, я даже если вот приеду такой классненький, рукастенький, не смогу ничего сделать, это тоже неправда. То есть везде нужно показывать, что ты активный, энергичный, целеустремленный, что ты готов работать, и таким образом ты получишь вот то самое место. А вот если вы, как здесь говорят, coach potato, то есть ты просто лежишь на диване, любитель полениться, вот в этом плане будет трудно. Настало время плюсов. В Америке легко вести свое дело, то есть стать бизнесменом. Здесь очень развит любой рынок, то есть это рынок услуг, товаров. Американцы привыкли потреблять, покупать, они легко расстаются с деньгами. То есть как в наших странах, да, там надо много раз подумать, не обманут ли тебя, ну то есть у нас это норма. То есть здесь в большинстве случаев, не задумываясь, принимают решение о покупке, не боятся где-то потерять деньги, это нормально. То есть рынок здесь так работает. Именно поэтому бизнесмены вообще со всего мира стараются захватить кусочек американского рынка. Американская мечта до сих пор актуальна. Вспомните, каких успехов достиг Брин, приехав сюда, просто знав английский ужасно, и вырастив в компанию Google. Но один лишь факт участия в лотерее Green Card, людей из таких развитых стран, как, например, Германия, они каждый год участвуют и хотят переехать в Америку, говорит о том, что сюда стремятся очень-очень многие. Открытые и общительные американцы. На самом деле американцы очень целеустремленные, мотивированные. У них буквально там многих, каждая минута расписана. Очень многие из них патриоты и религиозные. Особенно в средней части Америки она действительно очень религиозная. Еще лично мне очень нравится, что в Штатах вполне нормально относятся к образованию. То есть если человек получил образование, или у него недостаток образования, и он там, не знаю, в 45-50 понял, что ему нужно доучиться, он идет доучиваться. То есть встретить здесь студентов от 20 до 70 лет можно спокойно. Нет ничего зазорного в том, что человек в сознательном возрасте пошел дополучать образование. Да потому что он понял, что ему оно нужно, чтобы выйти на новую ступень. Американцы очень ценят сильные стороны человека, всегда делают упор на это. Вот по детям можно заметить, они всегда хвалят. Какой ты молодец, вот ты верно заметил, ты правильно поступил, ты решил эту проблему здесь, да, problem solving это называется. Ребенку говорят, ты problem solver, ты молодец. Не просто ты как бы чувствуешь себя винтиком системы, а ты чувствуешь, что твое мне не важно. И это и проявляется вот, да, когда общество, как вы говорите, там, выходит на протест и бунтует. Закон здесь одинаков для всех. Будь то ты дочка президента, или сын миллиардера, или там ребенок бедных эмигрантов, все будут стоять в одной очереди, сдавать, например, тот же экзамен. Я вот помню относительно экзамена, я сидела в DMV, это местное ГАЕ, о котором мы уже с вами говорили, да, для того, чтобы получать права. Я сидела в очереди на обычном пластиковом стуле вместе с миллиардером Хадидом, вот вы можете видеть его фотографию. Он занимается здесь недвижимостью, застройщик, да. Короче, у него очень много денег, да, как бы в наших странах эта проблема бы решилась, знаете, да. А здесь будь добр, права просрочились, приноси себя, садись на пластиковый стул, записывайся, жди и получай свои права в очереди вместе со всеми. Американцы очень многое систематизируют, и в этом тоже есть большой плюс. Всегда на все раздается инструкцией, даже если ты сообразительный и все понимаешь, тебе все равно пришлют абсолютно кучу разных инструкций. Там, не знаю, вот я много раз приводила пример, когда здесь рождается ребенок, прилагается книжка, в которой будет написано, как ребенок растет, развивается, какие у него болезни. То есть такой краткий справочник родителям, молодым, которые там много чего не знают. Им надо сидеть в интернете, вот все гуглить. Им дали книгу, им объяснили в роддоме, что происходит, как. Пожалуйста, все, с ребенком они выписались. То есть американцы любители порядка и систематизации. Относительно справедливости, социальной справедливости тоже. Вот, например, покупатель, да, он здесь защищен. Ты покупаешь какой-то товар, и там он тебе не понравился. Цвет помады не тот, а ты уже ей попользовалась. Айфон не тот, там, цветом ты прошибся, еще что-то. Ты спокойно можешь принеси и сдать. Тебе никто навстречу не выставит кучу препятствий. Экспертизы скажут вам, давайте проводить, правы вы или нет. А докажите, что вам там не понравилось. А какие у вас причины, напишите заявление. Здесь закон защищает. Человек говорит, мне не понравилось, хочу вернуть. Все, без проблем. Спорт. Вот в Калифорнии очень развит. Видите, куча людей с пробежек идут. Вот там просто я сижу в парке, и внизу парка многие бегают. Ну, бегают по этим дорожкам. С утра выходишь, здесь, пожалуйста, накачанные тебе качки бегут. Девочки со стройными ногами идут за салатами. Короче, люди уже с 90-х в Америке очень начали заботиться о себе. В том числе курение. Значит, что в Америке по статистике курят меньше 13% населения. А если вернуться в 60-е, то тут курили просто, мне кажется, все. Беременные женщины курили, это считалось нормальным. То же самое касается еды. И в какой-то момент поняли, что куча всего сладкого, куча всяких вот гадостей, там, и ГМО, и прочее, прочее. Сейчас минимизируют, продаются продукты органические. Люди занимаются спортом, там, вредные привычки, все свели к минимуму. И это, конечно, не значит, что в Америке нет людей с ожирением. Конечно же, они есть. Просто количество таких людей с каждым годом сокращается. Больше всего их в центральной части Америки, а меньше, вот, например, на побережье, где находится Калифорния, вот реальность. В Америке красивая природа и много мест для отдыха. Действительно, здесь, если даже соберешься с палаткой куда-то, то есть специальные места для кемпинга отведенные. Где будет туалет, где будет теплый душ. То есть, здесь все развито для того, чтобы человек мог отдыхать. Именно поэтому американцы очень редко выезжают куда-то там, ну, прям в Европу слетать. Для них это прям, ох, целое событие. Они очень редко так летают. Плюс такой отдых доступен абсолютно всем. Неважно, пенсионерам, которые только на свою пенсию, они абсолютно нормально путешествуют. Также могут полететь в Мексику и там отдохнуть. Людям с ограниченными возможностями то же самое. Везде предусмотрены пандусы, везде предусмотрено, как они смогут там подъезжать, отдыхать. Расскажу вам немножко о протестах и об истории, которая со мной случилась. Многие сейчас говорят, вот в Америке, особенно, кто посмотрел мое прошлое видео, вот так небезопасно вообще, стоит ли туда ехать. На самом деле, протесты в Америке существовали всегда. То есть, люди всегда рассказывали о своей позиции, выходили на улицы. То есть, ничего прям супернового не случилось. Конечно, каждый раз это видеть немножко непривычно. Город, который вот работал, и все было открыто, и потом резко все заколочено. Но, как бы, это стандартная практика, которая была в этой стране всегда. И это одна из причин, почему люди здесь себя чувствуют комфортно. Потому что они могут в любой момент выйти и сказать о том, с чем они согласны, с чем не согласны. Сейчас я вам скажу, никаких протестов после выбора президента не было. Более того, огласили, что победил Байден. Но, когда в прошлый раз весной я была на таких протестах, то со мной приключилась какая история. Я увидела в толпе несколько человек, которые раздавали воду. И подумала, неужели это все так организовано. Я подошла, разговорилась, и ребята сказали, что мы абсолютно обычные люди. Мы живем здесь рядышком, вот там через две улицы. Они за свои деньги купили эту воду и просто раздавали людям. Они говорят, мы видим, что на мирный протест вышли родители с детьми, вышли студенты. Они сказали, вот таким образом, сейчас жарко, мы решили подержать, просто раздаем воду. Я подумала, вау, ничего себе. Потом буквально через несколько минут я увидела других людей. Они открыли машину из багажника, тоже воду раздавали. Потом в толпе была девушка, которая всем санитайзер на руки брызгала. То есть люди, они чувствуют вот эту сопричастность, да, о чем мы с вами говорили, когда я разбирала плюсы в обществе. Они понимают, что каждый, он может помочь друг другу. Здесь даже вот если кто-то упадет и там, не знаю, спотмос упал, три человека подбегут и спросят, are you ok? Ты типа в порядке? Если подытожить, то я могу сказать, что Америка далеко не идеальная страна, да. Не нужно прям вот надевать розовые очки и думать, что здесь вот все, как вы себе в своей голове нарисовали, представили, а не дай бог все увидели в фильмах. Здесь, безусловно, есть свои минусы. Здесь есть социальные проблемы. И здесь их можно разбирать еще долго, можно какие-то бытовые вещи сравнивать и говорить, как у нас это принято, как это принято у американцев. И находить где-то изъяны, систем. Если вам интересно, то я сделаю еще несколько видосов, где смогу поделиться своим опытом. Но с другой стороны, есть возможности, возможности, за которые хватки и целеустремленные. Человек может зацепиться, у которого может, безусловно, все получиться. Я как-то делала ролик о людях, у которых все получилось. В общем, буду ждать ваше мнение и дополнение в комментах. И среди комментариев я сегодня разыграю вот эту вот кепочку калифорнийскую и вот такой вот брелок. Как обычно, нужно быть подписчиком канала, поставить лайк этому видео и не забыть оставить комментарий. И, guys, я не забыла, что еще должна провести два розыгрыша. Значит, здесь мы узнаем, кто выиграл толстовку из ролика про поехали в Америку, у них все получилось. А здесь номер и мячик из ролика про 15 бытовых странностей в Америке. Ребят, я поздравляю. Напишите мне, пожалуйста, победителя обязательно на почту. Ну, а мы с вами увидимся в новых видосах. И если понравится, я продолжу рассказывать о плюсах и минусах жизни в Америке. Bye, guys!